И в заключение выпуска вернемся к теме предстоящего праздника. Новейший российский кабриолет Аурус готовится к торжественному выезду на Красную площадь. Автомобиль протестировали в преддверии Парада Победы, участие в котором станет дебютом для этой модели. Руководитель проекта Александр Лебедев рассказал, парадный кабриолет стал пятым в линейке Аурус. Пимом о него сейчас в составе семейства разрабатываются четыре основных автомобиля – седан, лимузин, внедорожник и микроавтобус. Аурус кабриолет оснащен дополнительным поручнем и стойкой с микрофонами, необходимыми для трансляции голоса командующего парадом. Все компоненты, которые в этом автомобиле использованы 90%, они разработаны именно для этого автомобиля, это не заимствование в чистом виде. Но то, что мы привлекаем компанию, занимающей лидирующей позиции производства автокомпонентов, это действительно так, потому что мы хотим получить именно тот продукт, который хотим получить. По мнению исполнительного директора научно-исследовательского автомобильного института Сергея Маева, эта машина, цитата, «прорыв в нашем отечественном автомобилестроении». Это результат трудно очень многих-многих сотрудников нашего института, не только нашего института, но и многих исполнителей, которые принимали участие. Я думаю, что вот этих машин, вот с этой площадкой, где вы находитесь, эта площадка тоже своего рода историческая. Она создавалась, кстати говоря, для того, чтобы развивать наше отечественное автомобилестроение. Вот эта вот площадка будет началом новой эры нашего отечественного автомобилестроения. Проект «Кортеж». Бренд «Аурус» – это семейство автомобилей класса «Люкс» для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Проект разрабатывают госинститут «Нами» совместно с группой «Солар» с Вадима Швецова и зарубежными партнерами. Продолжение следует...